В лесногородской школе продолжает работу ресурсный класс. Шестеро детей с расстройствами аутистического спектра посещают занятия, ходят на физкультуру и общаются со своими сверстниками. У нас сейчас очень много дополнительных проектов, которые мы хотим внедрить в рамках нашего проекта, уже существующего. Мы хотим делать инклюзивные музеи. Наши ребята достаточно уже адаптировались за эти два года. Мы планируем посещать океанариумы, планетарии, различные музеи. Но мы хотим это сделать адаптированно. То есть мы будем связываться с руководством музея и заранее будем думать, какая там будет концепция нашего нахождения, чтобы детям это было интересно. Именно под их особенностью. Ребята числятся и в обычном классе, и в ресурсном. Тьютеры и педагоги постоянно проходят повышение квалификации, чтобы изучать и использовать на практике новые возможности обучения. Продолжаем открывать и открывать для них что-то новое. Они очень любят ходить в свои регулярные классы. Они очень любят общаться со своими учителями регулярными. У них есть друзья. Мы это очень ценим и дорожим. Они любят ходить на физкультуру, естественно. Физкультуру, наверное, любят все малыши, которые ходят в школу начальную. В планах на будущее развитие направления адаптивной физкультуры. Ну а пока для ребят есть песочная терапия для снятия напряжения и сенсорная интеграция. Родители отмечают большой прогресс. Такая система образования незаменима для особенных детей, говорит мама одной из учениц. Маечка у меня учится уже третий год в ресурсном классе. И за эти три года она добилась больших очень успехов. То есть она помимо того, что у ней раскрылись ее коммуникативные социальные навыки, она научилась читать, она научилась писать. Ее потенциал с каждым днем растет. И это, естественно, огромный прорыв и огромный успех. Класс открыли три года назад при помощи благотворительного фонда «Галтенок». Такие проекты необходимо поддерживать. Инклюзивное образование – удачный эксперимент, уверен директор школы. Запустим для ребят бассейн, где будут работать также тьютеры, где будет работать тренер по плаванию. В общем, третий год, он такой показательный, у нас хорошая динамика. Вообще очень здорово то, что в огромной школе на сегодняшний день могут учиться ребята и кто на коляске передвигается. Также ребята с синдромом аутизма. Мы очень рады, что школа способна и в школе созданы условия для всех наших ребят, которые хотят обучаться в нашей школе. Адаптация в ресурсном классе проходит успешно. Педагоги находят ключик к каждому ребенку. Впереди у ребят еще много интересного.